Я хотел сказать еще про экспертный риос. Мы говорим про витую пару. То есть первое, я сказал, это продающие сторис. Сторис – это когда мы общаемся с аудиторией, которая уже есть. Это самое важное. Если вы не умеете общаться через сторис со своей аудиторией, ни денег у вас не будет, ни в итоге самой аудитории, потому что она разбежится, даже если она какая-то уже есть. Но помимо этого, вы должны делать так, чтобы приходила новая аудитория. Это делается через экспертный риос. Правильная аудитория. Самый главный лайфхак, который я вам хочу дать. Главная мысль по риос, которая отличается от всего, что есть сейчас на рынке риос. Не судите по просмотрам. Пожалуйста, ради бога. То есть считается, что чем больше ролик набрал просмотров, тем лучше. На самом деле не всегда. Почему? Потому что я открыл такую штуку, я ее назвал «Вес просмотров». Один просмотр не равен одному просмотру. Я вот снял ролик специально в качестве эксперимента «На границе дождя». Может быть, из вас кто-то его видел. Это когда я оказался случайно в такой ситуации, что я стою здесь сухо, на улице, а через 30-40 метров ливень. И я просто достал телефон, я сообразил, я достал телефон, я снял видео. Типа, смотрите, я вот стою здесь сухо, а вон там ливень. Этот ролик, он набрал миллион четыреста тысяч просмотров. Как вы думаете, принесло ли это мне клиентов, да или нет? Короче, смотрите, прикол, я на границе дождя. Вот тут вот сухо. А вон там вовсю лепит ливень. Но при этом этот ролик, я вам скажу, что его много кто видел, но оттуда ждать клиентов не надо от таких роликов. Вы сами можете прийти на какую-нибудь свадьбу, снять буховое тесте, которое упало смешного подстого, на него еще торт свалился. Если этот ролик стопудово, почти гарантированно принесет вам просмотры, толку с этих просмотров будет ноль или практически ноль. То есть стремиться к нулю будет такая эффективность. Что мы делаем вместо этого? Видите, здесь написано «правильная аудитория». Что такое «правильная аудитория»? Это та аудитория, которой вы можете быть полезным. Другими словами, аудитория, которая из самого ролика понимает, про что вы и в чем вы эксперт. Самый простой пример. У меня есть ролик, например, в котором я говорю первая же фраза «Как отвечать на возражения, это дорого». Кому интересен этот ролик? В теории чисто вот. Как отвечать на возражения, это дорого? Тому, кто что-то продает, правильно? То есть если человек работает, например, в найме, и у него только там пятого и двадцатого зарплата, он ничего никому не продает, ему не интересно, потому что он таких возражений себе не слышал. А если человек работает в Инстаграме, если он эксперт, если он что-то продает, если у него там есть бесплатные консультации, какие-то разборы, То есть от него самого зависит его доход Ему тогда надо знать Что отвечать на такого рода возражения И я понимаю, что когда я первой же строчкой Говорю, что отвечает на возражения дорого То такой ролик, скорее всего Не наберет миллиона Скорее всего, он наберет сильно меньше Какое-то количество просмотров Но это мизерное количество просмотров Относительно миллион четыреста На границе дождя Оно, вот это количество Даст больше клиентов, чем тот миллион четыреста Почему? Потому что вес каждого просмотра сильно больше. Грубо говоря, каждый человек, который посмотрел это видео, он понимает, про что мой аккаунт, он понимает, что я, ага, так Артем походу в этом разбирается, он может подумать, а почему бы мне не подписаться, он может быть подумает, а почему бы мне не посмотреть другие видео, которые у него есть. И когда ваши все видео, они сделаны чисто для тех людей, которые могут у вас в теории купить, которым вы можете быть полезными, к вам другая аудитория не приходит. Понимаете, что мы делаем, чем мы здесь занимаемся. То есть правильная аудитория приходит на правильное видео. Демонстрация экспертности — это когда человек понимает, что вы разбираетесь с конкретной проблемой, с конкретной задачей.